добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут гаценко андрей сегодня у нас 26 апреля пятница это значит что впереди выходные но торговый день сегодня до полуночи у европейских трейдеров будет происходить в полном объеме также как и у американских что интересно для трейдинга было вчера и сегодня ну во первых по инструменту золото да у нас от торговалась торговой отработала торговая идея на пробой площадке 1280 и рынок уже торгуется на 1281 на паспоту да в принципе на дневках ничего такого необычного не произошло с точки зрения price action это было чистейшее поглощение наличие площадки и золото потихонечку нарастет поэтому для тех кто последовал нашим рекомендациям покупок золота в том числе вчера и раньше я об этом говорил вы можете уже закрыть часть прибыли также как это сделали мы но для тех кто хочет заработать больше и удержать позиции там как минимум на 1347 и выше есть еще одна промежуточная цель который я хотел показать и она в принципе объективно даже на дневках все прекрасно знаю да что очень много стопов накапливается на экстремумах таких мощных импульсных баров и то что происходило по золоту когда у нас там получится 16 апреля и мы это движение с вами брали на обновление текущих минимумов от инициативы этот бар импульсные соответственно цель в районе 1288 была бы очень очень интересно для фиксации каких-то среднесрочных своих лангов если вы если вам тяжело сидеть в прибыли а как показывает практика большинство трейдеров очень очень легко переносят просадки но очень тяжело переносят нахождение в прибыли поэтому на этом уровне можно зафиксировать тоже часть своих лангов если вы набирали потом 1200 270 таким же подтверждением является наличие стопов по индикатору fxcci кстати если вы хотите иметь такой же вид и приобрели индикатор стопов я могу вам выслать шаблон как сделать так чтобы индикатор был в получается у нас в правом углу экрана очень удобно интересно я напоминаю что вчера мы охотились за площадкой вот это и здесь были давайте кстати посмотрим интересным что нам shark показывал так пока висит да вот смотрите перед пробоем сейчас я отмотал состояние стопов у брокера получается у анды да перед перед вот этим пробоем вчерашним вот она точка перекрестие видите перед этим пробоем стопы были вот здесь вот у продавцов у покупателей были снизу давайте посмотрим их динамику вы смотрите перед самым пробоем вот он всплеск и вот он еще один дальше мы видим пробой об видите я не пропали часть из них перенеслась куда конечно же за вершину вот эту инициативного дневного бара который вот он здесь находится на дневках вот поэтому сейчас если вы будете покупать золото то первая цель ее показывает индикатор shark как в гистограммном виде так и вот такими вот отрезками поэтому цель для лангов сейчас вот это то есть это котировочка 1284 вот так то есть ближние здесь покупатели сейчас прячутся здесь за лаями тенденция пока обычая американцы покупают уже несколько дней подряд поэтому такой расклад час по по золоту что касается евро доллар этот инструмент я бы сейчас не рекомендовал торговать потому что каких-то сигнальных баров пока нет более того один из аналитиков академии трейдинга пиркл станислав надеется на обновление вот этих минимумов по евро которые находятся у нас в июне 17 года то есть вот он нашел здесь площадку и ждет обновление этой площадке немного на самом деле осталось вот буквально там по четвертому знаку там 40 пунктов но почему бы нет я не поддерживая нет не опровергаю эту идею становиться сейчас в шарты я не вижу перспективы становиться в разворот я не вижу сигнальных баров поэтому я дождусь каких-нибудь интересных для себя условий и вы обязательно узнаете об этом первыми через канал академии трейдинга и на которые вы надеюсь подписаны так это что касается еврика еврик золото так 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 еще есть один два парочку инструментов которые мне менее интересны но я на них поглядываю это доллар франк вот я кстати вчера показывал что у него есть очень хороший потенциал на дневках отскочить от ну кто то может это назвать уровнем сопротивления я к сожалению не одни сторонник этой стратегии но дело в том что общее такая канальная структура этого инструмента которая произошла после того как франк отпустили свободное плавание давайте посмотрим это было в четырнадцатом году его прям держат понимаете держат в рамках канал я считаю что вот здесь будут предприняты какие-то меры для того чтобы стабилизировать курс франка относительно доллара и уже в принципе что у нас уже появляются какие-то признаки остановки до пин бары и так далее франк прошел очень немало для для себя до для него там 300 пунктов по четвертому знаку это это немало вот как минимум он он может скорректироваться потому что каждое его сильное движение посмотрите в семнадцатый год вниз купом падал там 400 потом полностью возвращается потом падает на 600 полностью возвращается видите вот он качает 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 я не при призываю там срочно продавать франка но понаблюдайте с другой стороны еще есть инструмент австралийс против американского доллара его начал потихонечку покупать от круглого уровня 07 на нас по те на фьючерс там немножко другое число но в общем и целом но вокруг круглого 07 не все аналитики академии поддерживают меня вот но я уже в безубытке давно стою потому что это ложный пробой был марта месяца я надеюсь что вы вот эти как минимум там 40 пунктов не пропустили на самом деле очень очень интересная точка и этот инструмент очень сильно перепродан вот и на фоне на фоне нашего прогнозируемого роста золото австралийс может тоже вырасти вот ну и еще один инструмент который мы прогнозировали на падение уже из фондового рынка это тесла который вчера обрушилась вот обновив соответственно февральские минимумы и теперь уже давит на минимум восемнадцатого года соответственно те кто торгует инструмент уже можно как минимум зафиксить часть позиции либо перевести в безубыток если дадут еще откаты можно добивать теслу на пробой 245 вот такие такие идеи на сегодняшний день напоминаю что академия трейдинга инвестиций сейчас проводит бесплатное обучение по сеточной торговли в целях повышения уровня знаний трейдеров и подготовки собственно управляющих для наших брокеров партнеров эти занятия проводятся два раза в неделю по средам и пятницам а сегодня как вы понимаете пятница поэтому в 17.00 сегодня очередное бесплатное занятие которое длится в среднем там полтора два часа веду его я вот рассказываю о сеточной торговли не только они вот о месте сеточных трейдеров иерархии трейдеров которые сейчас на рынке реально зарабатывают вы поймете в каком месте кто стоит и пищевую цепочку зарабатывающих трейдеров вы тоже поймете как минимум знания которые вы узнаете помогут вам навести порядок голове до убрать какие-то непонятные ожидания которые по рынку у вас происходит допустим связи с какими-то просмотрами роликов и подачи неправильной информации я расскажу как действительно сейчас дела обстоят на рынке форекс и как при помощи сеточной торговли можно создать себе настоящий такой инвестиционный проект который будет долгоиграющим перспективным и на который вы можете привлекать средства инвесторов и наконец сделать из из любимого занятия такой сначала дополнительный доход а потом наверное я надеюсь основной вид деятельности инвестиционные многие трейдеры которые к нам уже подключились уже начали это делать и в этом собственно но он поможет в том числе и на вот этих бесплатных мастер-классах который проводит академия в апреле месяце сегодня такое занятие состоится в 17.00 если вы хотите записаться на него напишите пожалуйста под этим видео в ссылочке закрытый раздел сайта хочу участвовать в обучении по сеткам сегодня вот либо на среду следующего дня с вами благоценка андрей следующей неделе всем успешной торговли и до следующей недели всем пока а